помимо всяких необычных орхидей и разных цветов в таиланде можно купить вот такие вот семена нашла я их в паттайи в магазине строительных материалов в отделе где продавали дачные всякие приблуды к сожалению все на тайском языке на английском языке только название и поэтому я не знаю даже какой них срок годности потому что в таиланде свое летоисчисление но маньяки везде семена найдут поэтому вот я купила такие черри вот это я так смутно полагаю крошечный миниатюрный подсолнечник ну вот эта тыква такая необычная вот еще семена помидор а вот тут написано что это хоризонтема но мне кажется что это как-то больше на что-то другое похоже так птичий перчик я уже садила из этого пакета и он был нормальный быстренький а вот это это миниатюрные баклажанчики вот в этом году я посажу по нескольку семян для проверки кстати у перца была очень хорошая всходимость просто чтобы проверить будут ли они вызревать вообще в нашем климате вот так выглядят обороты пакетиков то есть в принципе насчет полива все понятно все остальное это тайна за семью печатями но тем интереснее посмотреть что получится потом вот видите у них идет 62 63 год точнее шоу в 2019 но возможно они конечно еще и лежалые ну ладно что касается цветов даже если у них плохая сходимость будет то это не так страшно но если честно помидоры мне бы хотелось очень попробовать потому что это одна из моих самых любимых культур и кстати в самом таиланде помидоры невкусные вкуснее наших сахарных на изломе сочащихся вот прям соком их помидоры ну черт и черт в этом году я просрочила все сроки когда надо было сеять помидоры к сожалению возникли обстоятельства неодолимой силы и я их сею сегодня сегодня у нас 15 апреля но по опыту хочу сказать что семена сию в марте что в апреле они одинаково потом догоняются в грунте уже выбрала для посадки такие экзотичные семена я очень люблю разнообразие и всегда за него радую вот я заказывала помидоры от гусева из помидома и заказывала в прошлом году но попробовать удалось только немногие я попробовала белый помидор и попробовала зеленый помидор гринчероки очень вкусные потрясающие но лето было гнилое поэтому в этом году попытка номер два это вот я взяла помидоры ананас нойр черный ананас трехцветные помидоры крупные высокие не гибриды вот штамповый алпатива тоже хочу попробовать заявлено невысокое растение до метра максимум причем пишут вот биф баф стейк ну тут название говорит само за себя это помидоры огромное сплошное мясо их можно использовать для сока их ем просто так и вот еще есть такие white beauty белая красавица еще где-то у меня затерялись лебединая песня тоже белые помидоры с розовым бочком очень красиво очень вкусные у них одна сложность как и у зеленых тоже определить когда помидор созрел но вот это эфные я попробую это низко низкорослые и очень ранние скороспелый томат леопольд и царица ну попробуем я не очень люблю обычно садить гибриды интересно новые сорта и вот я еще заказала сокровище инков желтые помидорки я тоже очень люблю вот линейка моих желто-оранжевых помидоров также зеленый томат изумрудный штамбовый сравнение конечно с помидорами от помидома они здорово выигрывают в цене все-таки гусевские семена очень дорогие но зато у них очень хорошая расходимость в прошлом году из десяти семян сходило 10 или 9 даже так вот это тоже для пробы лотаринская красавица желтая и красная они мне очень нравится на срезе будем есть салаты ну как все вот это тоже экспериментальные посмотрим сейчас я посею их примерно по 10 штучек каждого я забыла рассказать про свою экзотику то есть в этом году я купила вот такую ромовую бабу не знаю что получится вот такие интересные помидоры которые опушкой напоминают персик бархатная катя в желтом посмотрим белое бычье сердце золото грин чироки в прошлом году очень хорошо себя показали мне очень понравилось и помидоры лебединая песня опять же повторюсь что зеленые и белые помидоры они очень отличаются по вкусу от обычных красных очень вкусные мне нравится сеять рассаду вот в такие пластиковые емкости из-под китайской еды в одной верхней я делаю дырочки для дренажа горячим шилом разогретым на газе делаю много дырочек чтобы вода не застаивалась и там ничего не снила второе целое ставлю первое во второе потом насыпаю землю и сею семена никаких особых танцев с бубнами я не делаю в прошлом году я решила поэкспериментировать с проращиванием предварительным на ватных дисках промухала один день и в итоге корни вырывала из ваты с усилиями достойными терминатора так что вот в принципе вот я подготовила свои емкости для посуд для посева еще я иногда использую коробки из-под соков их не жалко соки все равно покупаем земли туда идет немного до пикировки в принципе хватает всего но в конце концов они все-таки начинают протекать поэтому их надо ставить обязательно в поддончик также наверное часто сталкивались что теряются потом название сортов поэтому в этом году я купила вот такие вот штучки там даже вложили у них вложили даже карандаш простой чтобы я могла подписать название сорта землю я беру покупную уже готовый грунт ничего в нее не добавляю наше время пластик очень прочно вошел нашу жизнь вот и такие пластиковые стаканчики для рассады и обычные пластиковые стаканчики вот но вот такие крышки от тортов я люблю особенно потому что они универсальные их не жалко вот если они даже ломаются их просто выкинул и забыл что я в них только не делаю я в них смешиваю землю я в них ставлю стаканчики я делаю из них микротеплички кстати вот про микротеплички крышки от китайской еды мы тоже сохраняем и потом после посева потом после посева просто накрываешь этой крышечкой создавая микро парник можно прикрывать можно не прикрывать воздух все равно должен поступать чтобы ничего не задохнулось и не сопрела выглядит это вот так просто земля насыпанная в емкости ничего никуда там не просыпается так выглядит примерно для дренажа место есть как-то так и я сверху сбрызну обильно из пульверизатора водой потом разложу семена и заново присыплю землю и еще раз сбрызну и только тогда накрою крышечками дня через четыре может быть через недельку семена должны проклюнуться но обычно через четыре дня проклевываются я думаю что сильно особо учить кого-то новому я тут не научу просто покажу как это делаю я но согласитесь что вот это меточка да не знаю как назвать она как-то наверное все таки великовато так что вряд ли я буду ими пользоваться скорее всего я буду делать как обычно просто подписывать стаканчики маркером после пикировки так гораздо удобней благодаря таким внезапным каникулам я нашлось время всем этим позаниматься я обильно вспрыскиваю не буду вам все показывать снимать так принцип то понятен как внезапно оказалось что мои запасы хомячковые превышают мои возможности и в итоге я решила от каждого пакета от каждого сорта посадить по 5 но может быть 6 семян здесь посажены почти все семена гусева в основном это белые сорта я хочу их в этом году сравнить чем они отличаются и какой из них все таки лучше и в будущем определить для себя тот сорт который я буду садить потому что без белых помидор мне жизнь не мила так вот ну вот так вот я их разложила только теперь надо поломать голову как как мне подписать где какой сорт а как это делаете вы пишите в комментариях поделитесь опытом я не такой опытный дачник как мне хотелось бы так что очень жду ваших комментариев и еще такой вот момент надо ли присыпать эти семена сверху землей как вы думаете я наверное присыплю чуть-чуть еще раз сбрызнул водичкой в этом году я взяла первый раз семена от любови мязиной на вид семена неплохие однако хочу обратить ваше внимание в пакетике всего пять штук ну а цена вы сами понимаете не просто не маленькая у гусева 10 семян и тоже в принципе все достаточно хороший на вид но исходимость прошлом году была хорошая а в этом году я посмотрю как будут сходить именно этого селекционера семена и сниму ролик я вскрыла тайские семена и посмотрите сколько там оказалось всего-всего сюрприз сюрприз из этого я посажу только шесть семян может быть кто-то захочет себе такой эксперимент сделать если будут желающие могу по 5 или даже по 10 семян в принципе отослать по почте на сегодня я уже закончила пассивные работы а вот получилось так осталось мне только посеять микро помидорки для выращивания их на окне и на балконе от жадности как обычно поназаказывала кучу всяких разных семян и бонсай и микротом и лилипут еллоу поцелуй герани балкон стар и томат пиноккио но посадить я могу не больше двух-трех помидор потому что мне их располагать особо негде балкон у меня очень темный а на окнах особо места нету там стоят комнатные цветы на этом сегодня все с вами была наталья борисова и канал чудо дача